Многие хотят, но они все... Кадр! Отафак нахуй, сиси! Тетя, будет ли еще шедевр стрим по Сим-4? Когда-нибудь, да, наверное. Содумаются о том, что все эти глаза, прикованные к тебе и почитающие, обожающие тебя, в миг могут стать твоими главными ненавистниками. Иногда человек может быть не готов к большим цифрам, и они могут просто свести его с ума. Да я хочу покурить с собой! Ассуждаю. Че, просто тупой ли чертовски бедный? Держу пари, твоя мамаша тебя ненавидит. И сегодня я решил собрать для вас три истории трех разных людей, которых объединяет только одно. Их жизнь разрушила популярность. Некоторые истории я собирал из различных западных источников, а что-то я собирал и на СНГ, просторах Ютуба. О, хардплаву! Первый персонаж на сегодня это Хардплей, прямиком из СНГ пространства. Либо, блядь, будет встреча моего, блядь, кулака с его ебалом нахуй. В тотальном формате, ёпта! В более тотальном, ёпта, формате. Настоящее имя... Алексей Баранов! Алексей в свое время начал появляться на просторах моих рекомендаций на Ютубе за счет своих реакций на смешные видосики. Да, бля, ебать, я всех пережил. Это пи***ц, ребята. Я всех нахуй пережил. Ну, я имею в виду, в плане медийки я всех пережил, а не в плане возраста-то. Очевидно, мне еще жить и жить. Ну, я так думаю. Ну, или я на кого-то ща напи***у, и будет встреча с моим ебалом в тотальном формате, ёпта, ну, когда-нибудь. И получается, все, ну, не выжил нахуй, не пережил. Но это неважно. И Хесуса я, бля, переживу, да. Хесуса я сто процентов переживу, пацаны, вы чё. Я выпил раньше, чем я выпил. Бля, бля, бля. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Хе-хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Ай, бля. Чё за х**ня. А также со временем, когда к нему пришёл успех и деньги, он открыл свой компьютерный клуб. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас находимся в Hardplay-зоне. Здесь очень много классных компьютеров. Блин, какие молодые ещё вот. Вы заметили и классный пенис. И, насколько я знаю, у него ещё была киберспортивная команда. И всё шло хорошо. Мужчок строил себе образ такого добричка, за мораль, за всё правильно. Чё всем пожелать, ребят? Живите так, как вы считаете правильным. Не живите жизнью ваших друзей, ваших родителей. Я вас очень прошу, ребят, будьте все здоровы. Однако выходит серия разблочений, которые меняют всё. Страйкать видео. Это самый гнилой поступок на ютубе. Я бы мог всё видео говорить, что страйки кидаешь. Это настолько низко. Ну, конечно, это низко. Конечно, низко врать. О том, что я всегда кидаю страйки. Лёх, репортарь не этот кусок говна. Короче, Лёх. Всё, заебо, блядь. Все прохождения игр сразу бан, страйк, нахуй. Первый удар нанёс киль. Он снял разбор, в котором выяснил... Короче, любое пук, срень, нахуй, бан. Ну, во-первых, не платит своим сотрудникам за выполненную работу. Обещал мне совместные стримы в Дискорде. Обещал всякие золотые горы. Но, как понимаете, он мне ничего не заплатил. И, конечно же, стримов совместных у нас и не было. Через время игнора я написал ему вновь, и он просто прочитал мои сообщения и удалил из друзей. С Дискорда, правда, он меня забыл удалить. Вот все диалоги в Дискорде, вот файлы... Ой, я забыл. 20 лет назад, примерно, или примерно 10 лет назад, мне какой-то Челикс, по-моему, может быть, это Кэм, может быть, это ещё кто-то. Селфорс, это Кэмфорс же, наверное. Хотел настроить, блядь, аудишн, но я так и не пошёл. Моя главная, блядь, проблема, знаете в чём? Моя главная проблема в том, что я сначала на чё-то договариваюсь, а потом забываю. Привет, добро пожаловать в суровую реальность Вовки Братишкина, который эксперт во всём, но не в своей жизни. Я тут прикол не в старости. Во-вторых, не выплачивают призовые законы. Короче, я забыл, забываю всё, и мне такие все говорят, Вова, так ты что-то, блядь, записывай. А я такой говорю, нахуй я что-то записывать, если можно просто проёбываться. Конкурсы, в которых у него выигрывают. В-третьих, он не такой уж и добрячок, каким хочет казаться. С большим уважением. Сейчас можно, блядь, так закончить, что ты, блядь, будешь в этом ебучем городе, нахуй, 70 тысяч, блядь, или 100 тысяч населения. Ты заебешься, блядь, себе работу искать, и чем ты детей будешь кормить, я хуйку знает. Просто из-за папаши, долбёба, нахуй, понимаешь? Я не хочу жизнь, блядь, людям ломать и всей семье её. Хотя, блядь, надо бы, нахуй, это сделать по-хорошему. Сообщение было направлено в адрес программиста, который работал на Hardplay, и он забыл перенести твой сайт на хостинг. И, блядь, если бы каждый начальник на работе таким образом угрожал бы своим сотрудникам, возможно, люди стали работать бы гораздо охотнее, но метод мотивации крайне сомнительный. Это был первый звоночек в сторону того, что Лёшенька не такой уж и добренький, каким он хочет казаться. Я вас очень прошу, никогда не делайте каких-то непонятных движений, о которых вы будете потом жалеть. Жизнь, она одна. Однако со временем произошло нечто куда хуже. Вот именно, Алексей, проблема в том, что жизнь, она одна, но жить её надо, как тебе хочется. Ну тогда, получается, нельзя жить, как тебе хочется, если жизнь-то у нас одна, ёбаный в рот. Правильно я говорю? По законам надо жить. Суд огласил приговор блогеру Стасу Решетнику, который в декабре ради лайков избил и выгнал беременную подругу, раздетую на улицу. Через несколько часов после издевательств девушка умерла в прямом эфире треш-стрима. Он на них занимался тем, что за бабки вытворял с шизофреником, который был, ну, практически у него в заложниках, на различные нехорошие вещи. Например, спаивал его огромное. Я пропустил. На сестру, сестру. Сестры свадьбу. На таких трансляциях сидели абсолютно ебанутые люди, которые вымещали там свои садистские наклонности и заставляли делать с этим человеком различные ху**ые вещи за деньги. И вскрылось, что Хардплей был одним из этих людей. А все деньги за это прикарманивает себе другой, давая лишь тому, кто... Я ладно, я тоже донатил фриком. Лишь единственному фрику я донатил. Кто отгадает, кто это? Конечно, Хесус, блядь. А кто еще? Ладно, хорошо, двум фриком получается. Нет. Я донатил Хесусу и я донатил Карине Стримерши. Больше никому вроде. Но я не помню, может, кому-то донатил. Я хэзэ, но я голосовыми не общаюсь, поэтому... Понимаете, в донатах может быть кто угодно, блядь. Там не докажешь, что это конкретно я был. Кто знает, может, именно из-за меня Савельев пёрнул и обосрал свои эти шорты на хуй. Подумайте. Падает как раз-таки за все эти деньги жалкие крохи. Он платил за то, чтобы чувака спаивали. За то, чтобы его пи**или. После каждого, я думаю, надо по-лещему дать, потому что тот был просто разогревочный. Звонил с угрозами в прямой трансляции этому человеку. Выгоди мне эту хуйню. Пожалуйста. Сейчас, после того, как стою, я тебя спину подрежу. Вас люди поддерживают ебенячими суммами. Ну, конечно. Эта сука, блядь, она мало того, чтобы вы ебенять. Он, блядь, доиграется, ему кто-нибудь на хуй нос, блядь, просто ее в голову втрамбует на хуй за эти слова. И чтобы понимать хуй всеинтернетного масштаба на тот момент, ну, я даже не знаю, как вам это передать. Ну, просто, блядь, посмотрите на этого человека на стримах. Господи, ну не 90-е сейчас года. Идите в сторону вообще от всех конфликтов. Будьте умнее, будьте добрее друг к другу. И вне стримов. Да это, блядь, это, ну, вы не понимаете. Тут ситуация была точно такая же, как у Сереги Симонова, бля, один в один. У меня есть друг в Москве. Быдло ты ебаная. Как пулю тебе в башку въебал. Ну, ладно, я все перепутал местами, короче. Твою дочку ебут на хуй. Где-нибудь на хуй. А, наверное, учатся хуй те знают, где. А дети гибнут. Ой, это уже лишнее. Это тогда мем не так, блядь, смотрелся, кстати, как сейчас. Если такой мем сейчас, сейчас смотреть уже. И смысл какой-то другой получается. Либо, блядь, будет встреча моего, блядь, кулака с его ебалом на хуй. Естественно, у фанбазы Алеши появилось очень много вопросов, на которые, вместо того, чтобы конкретно ответить и признать свои ошибки, он начал говорить какую-то бессвязную чушь. Все в чем обвиняют? Ладно. Во всем, чем только можно. Я не знаю, в чем меня не обвиняли. При этом... Тотально насрал. Я почему был готов? Как бы я был готов от определенного коллектива людей с двача, да, что будет травля. И в этот раз это был просто вопрос времени. Параллельно выяснилось, что Лешенька не чурается лицемерие, и все его друзья-стримеры, а таких было очень много, они все были крайне крупными, по итогу отвернулись от Алеши. Почему ты перестал брать трубку? Не буду я отвечать на этот вопрос лично мою. Привет, ответь, пожалуйста. Да иди нахуя ли отвечать должен. И сейчас Алексей существует только в рамках своих каналов, и охваты там уже не те, что раньше. Если раньше он был буквально топ-стримером, топ-блогером СНГ-пространства, то сейчас, конечно, его... В смысле худой еще? Да это кепка просто. Че, реально ебало широкое стало? Вот это уже кринж, потому что это ж, блядь, недавно было. Да какой лысый, вон, залысины уже есть, кстати, привет. Просто они кепочкой придавлены. Ну ща я кепку какую-нибудь найду. Вам тоже покажется, что я худой буду. Кепки как раз-таки не нашлось, но вот зато по возрасту уже можно это носить, грубо говоря. Но кепки нет. Но это ничего страшного, этом тоже ничего. В моей жизни произошел следующий этап. Как было раньше, уже, блядь, не будет. Запомните, никто не вернется в 2007-й. И 17-й тоже. Ну вот и кепка, кстати, нашлась, привет. Ну вот и ебало стало... Бля, все равно нахуй широкое... Ебало стало все равно уже, понимаете? Ну, вы можете что угодно пи***ть, ебало все равно кажется уже, если ты в кепочке сидишь, понимаешь? Ну плюс еще ракурс другой, я вот так сижу. Ну плюс еще тут 58, тут 72, нахуй. Вы чувствуете разницу? Зажрался? Это все из-за... Вы виноваты, вы виноваты, запомните. Ваша любимая шапочка, кстати. Хи-хи-хи-хи-хи. Смотрите, что нашел, реально. Которую я забрал. Я так иногда, короче... Ладно, я вам не скажу. Это будет странно. Короче, женский лифчик вот так же можно надеть, у тебя такая же ху**а будет. Не спрашивайте, зачем я это делал. Просто я подумал, что я муха на какое-то мгновение. Ну вот и лысый, ну не видно, блядь. Вообще никаких проблем. Ху**ли отвечать должен. И сейчас Алексей существует только в рамках своих каналов. Ребята, пожалуйста, хватит. Никто не вернется в 2017-й. Это первое. Второе. В 2017-м произошло разделение вселенных. И моя жизнь перешла в разные вселенные. Где тот Вова остался давным-давно, блядь, в 17-м. И там просто будущего нет. А этот Вова пошел в будущее, расти и развился. Охваты там уже не те, что раньше. Ну или мне просто пи***и дали. Ну это... Ха-ха-ха-ха. Ну это другое. СНГ пространство. То сейчас, конечно, его таковым сложно назвать. Просмотр на том же его игровом YouTube-канале сейчас, ну как у Мелшера на Mortal Kombat, если не меньше. Сейчас, если я хардкей вспоминаю, то только цитирую его угрозы. Думайте своей тупоёй, тупорылой головой... Тупоёя, тупорылая голова, еб***ь, на сервисе. ...последствиях. Боюсь, боюсь, боюсь. Боюсь, 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 боюсь. Боюсь, пи***и. Плохо это и хорошо. Я думаю, что с тех пор его жизнь стала гораздо спокойнее. Потому что, когда к тебе приковано так много глаз, конечно, все твое говно всплывает наружу и крайне сильно по тебе бьет. Что и случилось с Алешей. А следующий персонаж пережил последствия немножечко похуже. Джаста Минкс. Это девочка прямиком из Ирландии. Центра любителей алкоголя. И я не просто так упомянул, потому что её судьба с ним тесно связана. Джаста Минкс начинала с ютубчиком. Однако, основную популярность ей принесли именно трансляции. Она прославилась как такая остроумная, красивая девчушка, которая становилась популярной из-за того, что с ней появлялась куча смешных клипов, где она либо падала, либо неудачно открывала банку пива, прямые трансляции. Нет, вот второе, второе вообще разъебало. Тогда не приносили ей достаточно денег. Она слушала родителей, больше склонялась к тому, чтобы закончить вуз и пойти работать тюремным надзирателем. Да, звучит как смешно променять стримерскую карьеру на тюремного надзирателя. Она решила всё-таки попросить у родителей шанса и дать ей год на то, чтобы она стала популярной на Твиче. Если он не получится, тогда она, ну, пойдёт работать тюремным надзирателем, как они и говорили. И в этот момент её начинают замечать довольно-таки крупные сквады стримеров. Первый её хайп начался с того, что она связалась с компашкой Майнкрафтеров. Ебаную кнопку, нажми, ебаную кнопку. Да тут нет никаких кнопок, нажми, ебаную кнопку. Которые проводили шоу по типу «Быстрые свидания» или «Поиск девушки для какого-то блогера». Она очень сильно полюбилась аудитории, и с тех пор у неё начали очень активно расти подписчики и зрители. За этот год, параллельно с тем, чтобы коллабить... А мне что делать? У меня зрители и подписчики не растут. Ну, я сейчас не про ваш возраст. Это, естественно, ну, растут. В плане, ну, не увеличиваются. Геометрические прогрессии тебе достаточно. Мне недостаточно. Я хочу, чтобы вся страна знала про Твич. Чтобы у всех стримеров всё было заебись, кстати. Потому что у нас очень мало людей, кто смотрит Твич. Если бы больше людей было бы на Твиче среди зрителей... Та-да бы мы тут столько денег бы зарабатывали, блядь. Ну, мы и так зарабатываем, конечно. Со сквадом Майнкрафтеров и участвовать у них в роликах, которые очень успешно набирали, она начала тусить и с другими стримерами. Зрители полюбили её как простую девчушку, которая иногда увлекается алкоголем. Однако они не замечали очень большой проблемы. Её любовь к алкоголю была не просто увлечением. Фу нахуй. С ростом популярности её алкогольные проблемы начинали приобретать совершенно новый окрас. Вы только посмотрите, независимо от того, что бы я ни делала, как бы я ни тренировалась, мне просто стоит сделать вот так, и он выпирает. Это чё, животик, что ли, нахуй? Ёбаный в рот. Если у вас это вы животиком называете, я вам сейчас такой мамон нахуй. Ладно, я не буду показывать. Он ещё и волосатый такой, неприятный. Бля, я сейчас сижу. Хух, блядь. Я двумя руками взял, чуваки. Я двумя руками взял свой блядский живот. Я реально вам говорю. Как будто это кусок ненужный, блядь, у меня. Сука, оно ещё в бок куда-то улетело. В общем, я не знаю, что с этим делать. Это надо в зал ходить. О, это надо вставать, там, что-то делать. Нахуй надо. Есть какая-нибудь хуя, типа, чтобы жир вот так взяли и выкинули нахуй куда-то? Ну, чтобы я заново ману копил. Липус-акция. Бля, может схожу. Меня, короче, вот недавно, буквально два дня назад, Макс Тинт пишет. Вован, я согрел, пойдём на пересадку. Созрел, вернее, согрел. Я созрел, пойдём на пересадку. Я такой, бля, воу-воу-воу, Максим, тише. Говорю, куда нахуй на пересадку летом, братишка? Давай осенью или зимой ебаним, когда дома надо будет сидеть, а из дома не выходить. Ну, типа, мы же сейчас, ну, на улице, там, отдых вот это. И что, мы с лысыми бошками будем ходить? У Макса всё же норм. Нихуя, у него, кстати, у него тоже есть проблемные зоны. Они не такого масштаба, как у меня, я считаю. Но он что-то говорит, что у него пи***ц тоже. И поэтому мы, если что, вдвоём пойдём. И делать мы будем не в Турции, а тут. Мы переплатим, ну, вот летать куда-то, бля, вот это, туда-сюда. Нам надо как будто... Но мы будем с короткими стрижками. Я уже думаю, какие шапочки и головные приборы мне нужно будет носить. Хотя этого нельзя делать, но, по***. Что бы я ни делала! А, про шапки? Ну... Она приходила на мероприятие с друзьями, где закинулась антидепрессантами, и вместе с этим начинала провоцировать подругу на то, чтобы она заливала ей алкоголь. А антидепрессант и алкоголь сочетать нельзя. И это поведение, естественно, поражало как её друзей, так и зрителей. Так как она построила карьеру на коллабах с другими ребятами, для неё было очень важно не терять с ними коннект. Поэтому иногда даже, когда её друзья обвиняли в том, что они домогались до той или иной стримерши, она вступалась за этих людей. Он изнасилвал меня. Это полная херня. И в этом плане она была крайне неразборчива, потому что оказывалось, что обвинения эти были небеспочвенными. И со временем к ней привязалась репутация человека, который защищает только от петок долборобов. Вместе с этим, Джеста Минкс начала терять контроль во время прямых трансляций. Когда её первый раз жёстко захейтили, после того, как она решила защитить насильника, она в прямом эфире, в бухом состоянии, начала вести себя следующим образом. Мои руки фиолетовые, смотрите, мои руки фиолетовые. Ммм, да, контент. И на одной из совместных трансляций, когда она пришла на, так сказать, местную стрим-хату, она отталялась до чёртиков и устроила следующую сцену. Ебать, ты в порядке. И после этого стрима от неё отвернулось огромное количество рекламодателей, огромное количество аудитории и других стримеров, потому что все начали откровенно замечать её проблемы с алкоголем. На этом всё могло бы уже и закончиться, однако ей даёт шанс её хорошая подруга, также крупная стримерша, и зовёт её на премию с условием, если она не будет бухать. Перед премией у них была закрыта вечеринка, на которой, как вы понимаете, она, естественно, срывается, нажирается в говнище и увозит её оттуда на скорой. После этого все друзья от неё отвернулись. Она просто, просто была пьяной, мертвецки пьяной. Да, она была ужасно пьяна. А я не... Вот чё бывает, когда проблемы с алкоголем. Женский алкоголь, он ещё тяжелее лечится, если чё. Алкоголизм. Это, кстати, факт. Просто женщины быстрее привыкают к нему. Это не значит, что, типа, мужики, бухайте тогда. Нет, это не это значит. Потому что никто не должен пить, но вот что-то, конечно, на таких мер... Бля, хотя я сам, бля, ужрался, конечно. Не, но я себя так не веду. Я так себя начинаю вести, когда белку ловлю только, блядь. Вообще, там пи***ц, держитесь всем. Белку я ловил 6, блядь, блядь, раз. Не, пи***ц, 4, 4, блядь, 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 раз. То есть это то состояние, когда у тебя голова, ну, просто не соображает ничего, и у тебя просто сознание куда-то под управление какого-то другого типа уходит. И ты такой, вау, блядь, всё. И там пи***ц какой-то. А потом на утро встаёшь и собираешь, нахуй, отзывы. Не просто так. И это не прикол ни к тому, не выюристость к тому, что, вау, смотрите, как круто. Не, нихуя, это нихуя не прикольно. Даже у стента Белки не было. Может, была когда-нибудь. В общем, я какую-то полную дичь творил. Меня вообще не важно, кто под руку попадётся, тот гандон. Какая-то полная хуйня. Я и, блядь, и... У меня под Белкой, даже когда я молодой был, у меня, блядь, я там полез нахуй за руль садиться. Вот эта хуйня у меня началась. Мне там все ключи забрали. Ну, то есть там вообще пи***ц какой-то. Я сейчас, конечно, не дохожу до такого состояния уже. И за руль я тоже не лезу. Ну, это пи***а вообще полная была. У меня говноедища конченая вообще. Я говорю, забейте. И это очень стрёмно на самом деле. Меня в машине закрыли. Просто, да, меня закрыли в машине, чтоб я там спал. Ну, так и вышло. У меня забрали ключи, закрыли меня внутри, и я там уснул. Наутро встал, думаю, чё за хуйня. Чё, все дом спят, а я тут. Смотрю в машине, пепельница перевёрнута. Я тогда курил, типа, да хуйня. Сигареты именно. Пепельница перевёрнута, всё разъёбанно нахуй. Какая-то хуйня разлита. Это про Вольксваген моя история, если чё. И стреляли в меня, и я в лужу, блядь, упал. И, ну, машина-то открыта, я выхожу, думаю, где, блядь, ключи? Мне их выносят, на. И начинают рассказывать, и мне ебать как стыдно. В общем-то, это стрёмная хуйня. Сделал акцент, что её карьера была буквально построена на коллабах с другими людьми, ведь именно это повлияло на то, что от неё отвернулись также её зрители. Единственным вариантом в этой ситуации, естественно, было отснять материалы, где она скажет о том, что «Простите, у меня действительно проблемы, я буду лечиться, буду исправляться, только не отменяйте». Но это было не первое подобное заявление в её карьере, поэтому, естественно, зрители перестали верить этой стримерши. И, более того, даже после этого заявления она начала выкладывать крайне странные тиктоки, где у неё были синяки под глазами, и первое, что приходило в голову, что она, скорее всего, получила их под бухичем. Параллельно с этим она продолжала... Блядь, это пи***ц, на. На. Что за хуя? Примите, это уже было похоже больше на трэш-стримы в ВИДЖИЛИНК. На. Я дудосить! На. Помните, когда было время, когда мы слово «дудос» осуждали, потому что меня за это впи***нули на. Меня за это забанили, вы чё? Я сидел на Твиче, дудосил, сидел реально. У меня панелька была, я сидел, долбил-то все подряд. Ну, короче, я тоже был школьником, только тогда, ну, типа, мне не интересно было вот это, доксингом заниматься, это вообще какая-то хуя, реально, ну. Мне больше нравилось, б***ь, там, айпишники дергать, интернета отключать, короче, прикольно. Мамкин дудосер я был. С разбитым лицом, судя по всему, потому что она опять нажралась и где-то упала. Ты чё, просто тупой, или чертовски бедный? Ты никогда не был в гребаном круизе? Нищая сука! Держу пари, твоя мамаша тебя ненавидит! И вот таким образом некогда любимая простая девчушка, увлекающаяся алкоголем, превратилась в ненавистную всеми алкоголичку с огромным количеством психологических проблем. Я уж не знаю, какой бы из неё вышел тюремный надзиратель, но, возможно, ей всё-таки следовало послушать родителей. Ведь не получая на всё это огромное количество внимания к своей персоне, возможно, она сохранила бы свой рассудок, что, на мой взгляд, гораздо важнее. В конечном итоге, можно сказать, что Джаста Микс превратилась в такой подвид стримеров, которые готовы даже обделаться в прямом эфире ради внимания. И наш следующий персонаж не стал исключением. Знакомьтесь, это Фьюстюб. Он начинал с пранков. А я ненавижу ебаных пранкеров. Если приводить аналогии, то это такой вот американский Эдвард Билл. Разговор идёт. А с кем ты базаришь? Да, я переговорю хотя бы с пацанами. Который ходит по общественным местам, заебывает людей, переодевается в Саб-Зиру и машет руками-ногами в лифте и всё в таком духе. Я буду ронять вот этот пластиковый телефон. Могу я использовать твой телефон, а то я свою маму оставил. Да-да-да, конечно. Оу! Бля, я всем сердцем ненавижу этих ебаных пранкеров. Однако формат пранков перестаёт набирать и Фьюзи зарабатывает уже... Бля, вот я тоже, кстати, не люблю пранки. Я не знаю почему. Мне вот из пранкеров нравится только более лайтовая хуйня. Мне уже даже потихонечку начинает разонравливаться этот... Как его, господи? Вот есть Билл... Булах, да, вот тоже. Вот мне раньше нравилось, а у него тоже градус-то повысился так, если посмотреть. Да Булаха меня чат заставляет смотреть, я же не кайфую от него, я так это и не смотрю, в принципе. Я вот ему много раз обращался и говорю, делай ты лайтовые пранки какие-то, блядь, где ты просто... Короче, смотрите. Пранки, где главный герой и идиот, конкретно актёр, который владелец канала, базару ноль, смеются, против этих пранков я ничего не имею. Пранки, где ты, блядь, влезаешь в личное пространство человека, начинаешь его заебать и вводить на эмоции, вот это ебаная охуя. Поняли? Но среди всех вот таких пранкеров булок более-менее адекватно ещё. Не так, как раньше. Будучи на милее, пытаясь как-то адаптироваться под новые реалии, он перестраивает свой контент и начинает делать видеоблоги и мотивашки, а также открывает свой твич. Он достигает средней отметки 100 тысяч просмотров на каждом видосе и уже в то время он зарабатывал от 10 тысяч баксов в месяц. Да, деньги не ху**овые. Однако, этого было недостаточно для больших аппетитов нашего друга. Постоянно нужда в больших деньгах и аудитории начала постепенно сводить с ума стримера. В 2018 году в попытке хайпа Юстёп организовал творческое мероприятие, которое обернулось для него катастрофой. В пиар-компании к мероприятию он пообещал, что у него будут выступать такие звёзды, как Дрэк и Снуп Дог. Также к пиару подключились другие крупные инфлюенсеры и, как вы понимаете, ни Дрэка, ни Снуп Дога там не было. Но это ещё мелочи. Во время мероприятия стример попросил передать, что кто-то заложил бомбу, что привело к остановке концерта и всех вывели на парковку, где наш лысый друг уже встречал всех на машине с речью о том, что у него биполярка, депрессия и вообще он хочет раскомнадзорнуться. Из-за вас в прошлом году я хотел покончить с собой из-за всего внимания, что вы мне уделяли. У меня биполярное расстройство и депрессия. То, что вы вбили мне в голову, заставило меня поверить в то, что я хочу покончить с собой. Заткнись! Возьми свои слова назад! Грёбанная звезда! После этого Фьюстюб пришел отдохнуть от интернета и перестал появляться в медиапространстве целый год. По возвращению он уже был огурчиком. Снимал витоз на ютуб и потихоньку начинал разгоняться на твиче. К 2021 году он начал транслировать буквально всю свою жизнь. Он утверждал, что его психическое здоровье нормализовалось, его зрителям не о чем волноваться. Однако, когда количество просмотров изобновлялось и их популярность начинала расти, зрители начали замечать старые маниакальные привычки стримера. Вот мой ответ грёбанным хейтерам. Многие задавались вопросом, это делается чисто на камеру или же он начинает терять над собой контроль. В любом случае это сработало. Так как уже к 2023 году уже было более 29 тысяч регулярного онлайна. Суопик он достиг, когда заключил с платформой Кик эксклюзивный контракт на 15 лямов долларов. Это именно то, о чем мечтал Фьюстюб. Финансовая независимость. С этих пор стример начинает транслировать свою жизнь буквально 24 часа в сутки. Эй, серия, максимальная громкость! Он закрывал камеру только когда ходил в туалет или подтирал свою задницу. Но в остальном зрители могли наблюдать за ним даже в душе. По мере еще большего роста зрителей он начинал совершать все более безумные вещи в прямом эфире. Его рассудок начал терять грань с реальностью. Во время вождения он делал вид, что засыпает и на мгновение он даже закрывал глаза и отпускал руль. Все, лишь бы не потерять внимание зрителей. И это еще не самое худшее. На одной из трансляций он встретил в аэропорту женщину в нетрезвом состоянии и транслировал свой диалог с ней. В ходе разговора выяснилось, что эта девушка была жертвой торговли людьми. То есть было время, когда она буквально была рабыней. Его аудитория, услышав ее историю, начали ей сочувствовать и хотели узнать о ней побольше. Во время рассказа женщина расплакалась. Это была эмоционально захватывающая история человека, пережившего торговлю людьми и который смог публично рассказать После ее рассказа стример исчезает из поля зрения камеры с девушкой буквально на 10 минут и возвращается со словами У нас было это в аэропорту в туалете. Да, это худшее, что можно было сделать в данной ситуации. И стример, увидев реакцию своих зрителей, начал отрицать факт совокупления, говоря, что сорян, 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 я наврал, я наврал, это шутка, это шутка, шутка, это пранк, пранк, это шутка, это шутка, просто плохая шутка. Ведь зрители всегда одобряли его плохие поступки гораздо больше, чем что-то положительное. Зрители хотели еще больше хлеба зрелищ, а стример хотел еще больше внимания, просмотров и денег. Короче, еще вот такие вот уебки у меня отдельная вообще, да к тому, что есть отдельные а, бля, вы не представляете сколько дохуя людей причем, кстати, это не зависит от пола которые пользуются слабостью человеков, тем самым втираясь в доверие, доверяя с нулевой секунды, потому что у тебя эмоционально ну, нестабильность сейчас тем самым тобой пользуются, блядь а потом, нахуй, пропадает этот чел то есть, их, блядь, дохуя обратите внимание, я, короче замечал, лично лично замечал, но это, блядь, не мое дело, расстроенная там девчонка обязательно появится какой-то, блядь, чел на какой-нибудь тусовке где она как раз расстроена очень сильно который всегда поддержит и так удобно приобнимет, фу, нахуй меня, блядь, с этого сука, тошнит, блядь, потому что со стороны видно то, для чего он это делает со стороны видно безусловно, есть те, кто поддержат я там могу там приобнять, типа поддержать, но я не буду там садиться в такси, блядь, с кем-то, нахуй вот это вот там, поняли вот это хуя какая-то, короче я вам, а как объяснить, я не могу наверное объяснить, потому что случаи-то разные бывают, очевидно, да, может там друг поддержал, еще что-то, я говорю про те, вот, сука, вот, ну вот ты вот смотришь, и вот, блядь, видно нахуй вот прям какой-то падальщик сука сидит, вот прям видно его еще буквально до этого не было на радаре, но тут он появился и типа он такой, бля, мне не все равно я не могу это объяснить потому что есть вещи, которые не объясняются, вот со временем живешь всякие новости читаешь там в людях начинаешь чуть-чуть разбираться, потом, сука, ты таких прям замечаешь сразу, то есть как я это могу объяснить прям вот, ну, вот, вот кто-нибудь из вас по-любому научился там замечать, что конкретно хочет человек, даже не пообщавшись по поступкам, по действиям я всегда анализирую, в моей башке всегда анализ происходит, кто, что, кого он понимал, что больше всего слава ему приносит откровенный трэш и в погоне за этими цифрами грань между реальностью и контентом для нашего героя постепенно начинали размываться критическая точка настала в августе 2023 года в течение одного дня наш лысый друг подрался с двумя людьми и впал в нестабильное психологическое состояние, в котором он стал опасен для окружающих людей его онлайн в тот день побил все рекорды более 60 тысяч зрителей в прямом эфире ему весь день названивал тролль, который говорил ему что его семья в опасности, как и сам стример и к концу дня стример окончательно поехав кукухой, позвонил полицейским говоря следующее где вы, сэр? я в чертовом квинтоконтинентале дай телефон, господи, успокойся успокойся, мужик я забираюсь это сделать, потому что тот чувак сказал, что я умру сегодня ночью присядь, успокойтесь, я сам поговорю с полицейскими кто же так Доминика Торетто напугал, ебаный в рот пришлите копов пришлите копов дай, успокойтесь, мы хотим вам помочь только скажите прямо сейчас к моей голове приставлен пистолет помогите, помогите, помогите какой номер моей комнаты? помогите, скажите 227 это то, что я должен сделать, чтобы получить помощь? это безумие, мужик полиция приехала и наблюдая нашего персонажа совершенно не в равновешенном виде забрала его в психушку с тех пор он активно лечился и он вообще не ожидал что его заберут в психушку какую дурку вы чё, бля? и на данный момент насколько мне известно у него о, слышишь, братишка, смотри помнишь, ты Милка месяца два назад рекламировал этот стульчик он уже скрипит, бро а у меня начал скрипеть спустя год перестал, кстати, ебаный в рот прикиньте ну, чуть-чуть есть перестал нет, ну ему года два, наверное, моему стулу настал такой же период какой у него был после его выступления на машине то есть он затих постепенно начал появляться каких-то цена, а эти все стулья они говно они одинаково делаются на одних и тех же заводах поэтому смысла нет дорогое что-то брать в интервьюшках и, скорее всего, по новой начнет завоевывать внимание зрителей пока психика нашего героя постепенно разрушалась зрители активно наблюдали за ним и продолжали подпитывать эту безумную машину хайпа стример был лишь плодом их потребностей и на просторах СНГ пространства такие стримеры тоже существуют и некоторые даже отправились в тюрьму потому что перешли грань всего человеческого но вы ведь оставили ее на морозе на несколько часов вы в этом себя виноват вы не считаете? считаю то есть какое-то вы имеете отношение к этому несчастному случаю? что? и кто знает к чему бы привело это слепое желание всеобщего одобрения со стороны нашего лысого друга если бы не вмешалась третья сила не забывайте что даже у популярности больших денег есть две стороны и надеюсь мой ролик сегодня вам смог это доказать обязательно бля ну маловато маловато мужичок Продолжение следует...